Объединить неравнодушных людей и представителей власти. По мнению участников встречи, это нужно, чтобы общими усилиями развивать экономику и социальную сферу области. Сегодня на круглом столе приняли решение создать инициативную группу поддержки главы региона Александра Авдеева. В нее войдут представители общественных организаций, бизнеса, сферы образования, ветераны, активная молодежь. Это такая очень активная будет работа, направленная на то, чтобы встречаться с жителями Владимирской области, общаться с экспертным сообществом, обсуждать актуальные проблемы, которые на сегодняшний день есть в нашем регионе. Ну и, в общем-то, совместно вырабатывать предложения, направленные на решение тех проблем, которые есть. На встрече обсудили приоритеты развития Владимирской области, которые предложил Александр Авдеев. Представители бизнеса отметили, глава региона не только видит проблемы, но и предлагает способы их решения, а также задействует механизмы федеральной поддержки. Это показал визит в наш регион премьер-министра Михаила Мишустина. Много различных направлений, которые уже успешны, но требуют дополнительные какие-то импульсы в части поддержки. Это можно назвать мембранной технологией, это формация, это лазерная технология, машиностроение и так далее. Поэтому очень важно, что именно в это время осталось визит премьера, который увидел и успехи, и услышал о проблемах, и уже обозначил какие-то меры поддержки. Запрос жителей региона на развитие промышленности подтверждают и социологи. Данное исследование общественного мнения представил эксперт. Сейчас люди оценивают, что в промышленной сфере региона происходит определенный упадок. И есть запрос, скажем так, на рейтус реализации. В этой связи очень важно те последние решения, которые были приняты времяисполняющим обязанностям главы региона Авдеевым вместе с главой правительства. На встречи поднимались вопросы развития медицины, образования, туризма, а также эффективного взаимодействия между федеральным центром и регионом. Участники круглого стола подчеркнули, в решении ряда проблем уже наметился позитив. Речь идет в частности о строительстве учреждения образования и сфере здравоохранения. Первичное звено здравоохранения начало модернизироваться сейчас при Александре Авдееве. И то, что инфекционный госпиталь, можно сказать, прямо на наших глазах, получил финансирование из федерального бюджета. Когда Михаил Мишустин приезжал к нам, и вот была объявлена договоренность о том, что это финансирование будет. Участники заседания приняли решение определить координаторов группы поддержки главы региона. Они уверены, такие встречи должны стать регулярными. Татьяна Гордеева и Сергей Власов.